Привет. Небольшая у нас техническая заминочка была, но мы уже на связи, все остановили. Надеюсь, сейчас у нас все хорошо. Лайкните, если все меня слышно, меня видно. Отлично, круто. Пишу, что слышно, пишу, что видно. Сегодня мы говорим с вами про отчеты автоматизации тестов. На этом занятии я буду рассказывать про то, как использовать в своем занятии сегодня в основном код, то есть у меня будет такой практически, ну как бы, точнее, вообще без слайдов, мы будем писать только код, и я это все буду объяснять. Я во время непосредственно презентации трансляцию выключу, не трансляцию, а видеокамеру выключу, и вы будете концентрироваться непосредственно на коде. Хоть сегодня урок будет проходить на джаваскрипте, я на нем в целом пишу, это не мой основной язык, поэтому если я буду немножко косячить, то мне кажется, что, ну типа, ничего страшного, надеюсь, вы меня простите. Это такая еще одна водная. Ну и я вот останавливаю видео и начну вещать какую-то общую штуку. Мы все разрабатываем автотесты, и автотесты разрабатывать обязательно надо. Мы все знаем, что сейчас у нас век автоматизации, автоматизация приносит много пользы людям, но очень важно также постоянно думать о том, что происходит с нашими автотестами после того, как мы их написали. Вот если вы делаете автоматизацию тестирования одни, то есть, представим, что вы вообще единственный тестировщик на проекте, то в таком случае отчеты автотестов для вас, скорее всего, не нужны. Но если вы будете работать в команде, то вам потребуется обязательно делать какие-либо отчеты, чтобы ваши коллеги понимали, что происходит. Давайте сегодня сделаем очень простой тестик, напишем. Для этого мы откроем, собственно, этот гитхабчик и сделаем следующее. На гитхабе мы сделаем, откроем страничку гитхаба. Вот здесь вот мы поищем очень простой репозиторий, Yerushenka.am.allure.example. После этого мы кликнем на вот эту вот ссылочку. После этого кликнем... А, тут вот есть уже небольшой спойлер, сейчас покажу. Allure.example. Сейчас мне надо включить в настроечках. Тут вот у меня нет табика issues. Вот он будет включен. И возвращаемся назад. Здесь мы кликаем на вот этот вот табик issue и проверим наличие issues номером 76. То есть, с точки зрения автотеста, это не очень хороший тест, потому что он ничего на самом деле не проверяет. Ишью с номером 76, она может существовать, ее может не существовать. Соответственно, ну, как бы, это не очень хороший тест. Но сегодня мы будем концентрироваться не конкретно на автотестах, а на том, чтобы посмотреть, как человек будет видеть результаты автотестов. Поэтому, опять же, если у вас будут какие-то именно комментарии к тому, какой тест-кейс напишет, то это тоже не сегодня. Сегодня мы обсуждаем автотесты. При этом я все буду начинать прямо конкретно с нуля. То есть, я вот буду показывать, как я буду разрабатывать автотест. И у меня нету никаких вот даже начальных проектов. Буду делать это прямо вот все, как умею. В результате вы получите репозиторий на гитхабе, в котором у нас будет выполняться один тест. Я настрою гитхаб-экшены и опубликую отчет. Ну, вот примерно такой план занятия. Давайте поехали. Первое, что мы сделаем, это мы заходим на PlayWrite.get started, переходим в раздел installation. Ну и, соответственно, вот первую команду, которую надо выполнить. Что мы делаем? Мы открываем консольку. От консольку мы открываем первый раз. Yerushen.km, magdir, allure, playWriteExample. CD, allure, playWriteExample. Так, давайте удалим. remove-r, allure, playWriteExample. Allure, playWriteExample. И здесь выполняем вот эту вот команду. Сейчас у нас генерируется наш проект. Мы выбираем TypeScript, директория с тестами тест, и вот этот файлик нам пока не надо генерировать. После этого мы делаем так. Мы открываем developer. Сейчас покажу. Yerushen.km, allure, playWriteExample. И делаем open. Вот у нас появился такой репозиторий, и давайте посмотрим, какие тесты в этом репозитории у нас есть. Вообще, playWrite довольно прикольный инструмент, и он позволяет вам сразу же вот так вот просто очень простыми такими конфигурациями сделать болванку для проекта. Ну, это действительно очень удобно. Во многих языках программирования или там фреймворках такой функциональности нет. То есть вот если вы будете когда-нибудь разрабатывать тесты на iOS нативные, на XCUI-тесте, то там, чтобы просто сделать, вообще написать вот эти вот тесты, надо немножко помучиться. Здесь у нас все прикольненько. Давайте удалим всю вот эту вот штуку. Она нам практически не нужна. То есть мы удалим сначала вот это вот все, и все остальное тоже, оно нам не надо, тоже можно вычистить. Сейчас, секундочку. Вот так вот. Раз, раз. Вот. У нас получается вот такой вот тест. Describe сделаем issues. Мы тестируем функциональность issues. И здесь напишем, что мы проверяем. Should see issue with number 76. Да? 76. Да. Должны увидеть issue вот с такой вот штукой. Также можно before each тоже вынести вот сюда. Вот у нас будет один тест. Нам в целом не надо как-то очень сильно, ну, типа много тестов не будет. Поэтому тоже можно вот эту вот логику с before убрать. Ну, и давайте начнем, собственно, тестирование. Что мы делаем? Нам в первую очередь надо открыть вот эту страничку. GitHub делаем вот таким вот образом. После этого мы делаем следующее. Нам надо поискать элементик, вот этот вот, который отвечает за поиск. Чтобы найти этот элемент, нам необходимо сделать у себя следующее. Мы делаем правой кнопкой, inspect, и дальше смотрим, какой у него есть класс. Я уже не первый раз пишу этот тест, поэтому я знаю, что вот этот вот класс, header search and boot, он уникальный, и в целом ровно по нему наш тестик можно обнаружить. Давайте напишем await page locator и пишем вот такой вот locator. Точечка означает именно class name, то есть вот этот вот класс означает точечка. После этого мы должны на него кликнуть. Вот таким вот образом. Сейчас я покажу, что произойдет. Когда мы кликнем, то у нас вот эта вот область станет белой. То есть, грубо говоря, вот этот вот input, он станет активным. После этого нам надо с ним выполнить еще действие. Можно, в принципе, сделать его, вынести его в константу. То есть, можно сделать вот так вот. Search. Search input. И вот тут вот await search input click. Вот таким вот образом. дальше мы пишем await search input fill и пишем текст, который у нас будет внутри вот этого поиска. Ярошенко.am.allure.example. Вот таким вот образом. Ну и, соответственно, вот это вот все сюда вбиваем. После того, как мы сделали вот эту вот штуку, нам надо нажать кнопку enter. То есть, если мы вот сейчас нажмем на клавиатуре кнопку enter, то у нас форма поиска, она сработает. Поэтому мы пишем await search input press enter. Вот таким вот образом. Собственно, вот после этих действий мы пойдем вот на эту вот страницу. Дальше нам надо найти первую ссылку, которая полностью содержит ярошенко.am.allure.example. Тут таких ссылок две. То есть, вот если мы сделаем просто вот такой вот селектор. Давайте его сделаем. Сейчас. Await page locator. Тут делаем a.has.text. И, соответственно, мы ищем элемент a.ссылочка. Давайте посмотрим. мы ищем элемент a.ссылочка, у которого текст содержит ярошенко.am.allure.example. Собственно, вот это вот мы и пишем ярошенко.am.allure.example. После этого мы делаем клик. Давайте попробуем запустить наш тест и поймем, что у нас происходит. Для этого мы пишем npx.play.write.test. Ну и сейчас посмотрим, как у нас запустятся наши тесты. Как вы видите, когда у нас запустились тесты, у нас произошло следующее. По вот этому селектору, как я и говорил, нашлось два элемента. Первый это ярошенко.am.allure.example. бамбу. То есть вот у нас вот этот репозиторий тоже нашелся. Чтобы нам выбрать именно первый отчет, нам достаточно добавить еще вот такую конструкцию. Мы говорим, что нам нужна первая, ну типа нулевая первая, получается, ссылочка. После этого наш тест будет работать. Потом делаем следующее. Await page. То есть мы вот кликнули на него. Вот так вот. И дальше нам надо кликнуть на вот этот вот табик. Делаем вот тут вот. У него очень просто. У него есть айтишник, поэтому мы можем сразу же кликать в него по айтишнику. Сейчас, секундочку. Page, локатор. Issues, tab. Клик. После того, как мы кликнули на него, у нас уже, у нас откроется вот уже вот этого штука. И последнее, что нам надо сделать, проверить наличие вот этого текстика. Текстика, а не текстика. Ну и, соответственно, это тоже очень простая команда, которую мы можем выполнить. Сейчас покажу, как она делается. Итак, мы пишем следующую штуку. Мы пишем тоже const. Issues. Issue равно page, локатор. Ну и типа номер 76. 76. И потом пишем await, expect, issue, to be visible. Be visible. Вот. У нас получился вот такой вот очень простенький тест. Ну и, в принципе, давайте его запустим и проверим, что у нас работает. А, извините, тут неправильно, да? Я запутался. Нам надо по тексту найти, то есть тут надо изменить селектор. Текст равно 76, потому что, ну иначе это будет как айдишно читаться, а это неправильный селектор, да. Давайте мы запустим. Да, все, у нас тесты прошли. Еще мне подсказывалось здесь, то, что у нас прошли три теста, когда я генерировал этот по дефолту, он генерирует сразу же несколько девайсов. Давайте не будем тоже вот этого делать, и давайте их просто скипнем вот таким вот образом. Просто все остальное, как бы, конфигурацию удалим. Ну и, соответственно, вот у нас, ну, типа, запустился тест. Естественно, тесты локально никто не запускает, поэтому нам необходимо сделать, ну, как бы, сделать CI для запуска этих тестов. Давайте сделаем такую штуку. Я уже заранее создал репозиторий, который называется Yerushen.com Allure Playwright Example. Вы сейчас можете этот репозиторий уже у себя скачать. Я сейчас за него буду кушать код, и вы будете видеть, как у нас происходят какие-то изменения. Что мы делаем? Мы берем вот этот репозиторий, здесь пишем git init, после этого создаем gitignore файл. А, ну, он уже создан, мы его помечаем как playwright. И, соответственно, у нас вот есть gitignore файл, и создаем такую вот папочку, которая называется github.workflows. И здесь создаем build.yaml. Соответственно, вот этот вот файл, он описывает нашу сборку. То есть мы сейчас будем собирать наши, ну, запускать наши автотесты непосредственно в github. В github есть механизм экшенов, и мы можем прямо здесь увидеть результаты запуска наших тестов. Я пайплайны довольно быстро пишу, буду, как бы, комментировать по пути, поэтому, если вы знаете, то, ну, как бы, если что-то будет непонятно, то задавайте вопросы. Мы будем запускать наш пайплайн, когда мы будем пушить информацию в любой бранч. Ну, можно, например, сделать таким вот образом, чтобы тут было именно конкретно мастер. После этого мы объявляем джобы. У нас будет джоб от теста, и мы будем запускать ее на Ubuntu Latest. То есть нам нужен, в принципе, Ubuntu для того, чтобы запустить наши тесты. У нас будут следующие шаги. Первое, что нам надо сделать, это чекаут. Мы используем экшен-чекаут версию 2. После этого нам надо засетапить ноду. Я не помню, как это делается, поэтому я иду в Google и пишу actions, чекаут ноды. Вот, сетап нода, извиняюсь. Здесь вот у нас есть описание, ну и, соответственно, я просто беру вот этот вот и копирую вот эти вот данные к себе. Раз, типа, и вот так вот вставляю. Появился, кстати, чекаут 3, будем использовать его. Нода у нас будет 14-я версия. Вот оно, по-моему, вот как-то так должно писаться. Ну, хотя ладно, если в документации написано по-другому, то будет по-другому. Дальше у нас получается и правда вот такие вот команды. Мы делаем run, run, npm, ci. Это установка зависимости и прочая вот эта штука. Следующее, нам надо установить браузеры, которые необходимы PlayWrite, init, playWrite, run, npx, playWrite, install withDepth. Вот такую вот конструкцию. Ну и после этого мы уже запускаем наши тестики. PlayWrite, test. Давайте сделаем commit. Git status, git add, git commit, run, test. Git push origin master. А, git remote add origin. Я не заинициализировал репозиторий. Git push origin master. После того, как мы запушили репозиторий, во-первых, у вас уже появилась информация о том, какие тесты у нас есть. Вы сейчас можете скачать вот этот репозиторий и запустить ваши тесты локально. То есть это на самом деле тоже довольно прикольная штука. И следующая у нас появилась, следующая штука. Теперь у нас запускаются наши тесты, и мы можем посмотреть логи запуска наших тестов. Это на самом деле довольно прикольно, что мы можем, ну, как бы, сейчас вот технологии дошли. В свое время, когда я занимался, только начинал автоматизацией заниматься тестированием, это было 14 лет назад, таких технологий не было. Чтобы взять и запустить тесты, тем более веб-тесты, на каком-то CI надо было очень сильно, ну, типа, покряхтеть. GitHub CI, GitHub Actions, который вот сейчас появился, он, конечно, сделал огромный прорыв именно в возможности легкого обучения. То есть с помощью, ну, типа, такого CI можно вот, прошло где-то около 15 минут, мы немножко опоздали, поэтому где-то около 15-20 минут прошло, и мы уже видим результат не просто написания какого-либо теста, а непосредственно, ну, типа, интересно то, что мы уже эти тесты можем прямо-то запускать. Ну, и, соответственно, сейчас у нас сделается этот, вот у нас запускаются наши тесты, он пишет как раз, что запускается один тест, и используется один воркер. Все, наши тесты прошли, и у нас есть зеленый pipeline. Соответственно, когда все зелено, все хорошо, не надо анонсировать какие отчеты, это на самом деле прикольно. Но очень часто бывает так, что у нас ничего не применялось, то есть в нашем случае, например, вот мы сейчас смотрим на тесты, и иногда бывает такая вот проблема, когда мы тестируем наши тестинги, что происходит следующее. Представим, что вот сейчас скоро наши тесты будут запущены, но при этом у нас параллельно менеджер тестирования, он тоже хочет протестировать какую-то свою функциональность. То есть вот с нами параллельно заходит человек в репозиторий GitHub и Roshn.km, и он тут проводит тестирование. Что он делает? Он заходит в настройки, изменяет их как-то и случайно забывает выключить вот эту вот галочку. То есть он проводил тестирование, он проверял, что у нас, если эту галочку выключить, то у нас не будет ничего работать. И случайно забыл ее делать. После этого я прихожу, как вы видите, я код не менял. То есть вот у нас видно, что у нас автотесты прошли, и они зеленые. И я делаю там свой новый коммит, и вот сейчас я не изменял код, но представим, что такая история случилась, что я делаю какой-то новый коммит, и у нас запускаются заново тесты. Я не знаю, что параллельно с этим какой-то товарищ занимается ручным тестированием и изменил состояние нашего систем under the test. Соответственно, сейчас наши тесты упадут, и мне придется разбираться с тем, что произошло и почему оно так произошло. Давайте попробуем отложить в сторону вот это вот, то, что мы знаем, что конкретно issues выключены, и посмотрим на то, какой output в CI мы увидим. Нам сейчас придется подождать немножко. Спасибо. Он тут качает много всего, все эти зависимости, они нужны для того, чтобы запустить наши тесты в браузере. Как вы видите, тут есть много всяких штук. Вот, например, X-Fonts, X-Fonts encoding, это всякие шрифты и так далее. Сейчас тут скачивается много всяких зависимостей просто для того, чтобы наши тесты могли запуститься в браузере Chromium. По идее, вот эта вот штука, она должна кэшироваться, я думаю, даже есть какой-то экшен для того, чтобы прямо кэшировать вот эту вот штуку. Вот мы видим, что у нас скачивается Chromium, у нас скачивается FF-MPEG, PlayWrite, Builder, ну, типа и так далее, Firefox скачивается и так далее. Сейчас качаются всякие зависимости. Ну, и вот, наконец, наши тесты запустились, и давайте посмотрим, какой результат у нас будет. Как я говорил, мы выключили специальное Tabic Issue, и сейчас тесты 100% не пройдут, они упадут как раз на вот этом вот шаге. Где у нас тут? Вот здесь, а нет, вот тут вот. В этом месте у нас не будет вот этого пейшлока. Давайте убедимся в этом. В PlayWrite стоит встроенный тайм-аут, где-то около 30 секунд, по-моему, он дефолтный. Вот, тайм-аут 30 на 1000. Вот, типа, и сейчас вот у нас, ну, типа, происходит как раз вот эта вот штука. Возможно, даже ретрои там включены и так далее. Сейчас. Тым-тым-тым-тым-тым. Долго-долго, то есть, проходят наши тесты на CI. Это единственный раз, когда они проходят так долго, потому что потом мы переместимся на локальную машину, и какое-то время будем делать некоторые вещи локально, но сейчас мне надо показать, как это выглядит со стороны именно с CI, потому что локально вы и так поймете, в чем ошибка. Если вы запустите любой тест локально, и он упадет, вы моментально разберетесь, в чем ошибка. Но надо посмотреть, какая информация у нас есть на CI. Вот. Вот так вот у нас выглядит лог нашей ошибки на CI. То есть, мы, типа, видим вот такую вот конструкцию. Мы видим, что у нас Average Page Locator и так далее. И сейчас вам кажется, что, типа, ну, в принципе, даже сейчас, наверное, любой человек, у которого, который там не знаком даже с кодом, в принципе, поймет, что имеется в виду. Да, это потому что мы написали только один тест. Когда, ну, типа, в команде пишутся автотесты, то их обычно много. Плейврай дает огромные возможности по тому, как можно создавать огромное количество всяких тестов. То есть, у нас, допустим, на проекте где-то там 550 тестов написано, ну, где-то вот 570, может быть, написано на плейврайте. И когда один тест падает, вот такой вот информации об ошибке практически всегда недостаточно. Мало того, сейчас может произойти примерно следующее. То есть, этот тест может сейчас упасть. Я посмотрел, ну, типа, я там отдал этот тест разработчику, разработчик посмотрел на этот тест, ну, и, соответственно, он говорит, я не понимаю, почему он падает. Параллельно с этим человек, который занимался тестированием, он что-то у себя детестировал. Это гипотетическая ситуация, то есть, это не очень хорошая ситуация, что такое происходит, когда одновременно и автотесты бегут на системе, и сразу же параллельно с этим происходит какое-то тестирование. Это плохая ситуация, но такое может произойти. Соответственно, он представит, что он там доработал и включил эту штуку обратно. Я прихожу обратно к своим тестам, и после этого такой, блин, что-то там какой-то тест падает, надо его конкретно запустить. Запускаю у себя этот тест, и сейчас у меня, естественно, этот тест пройдет, потому что у нас функциональность вернулась назад. Вот, у меня тест пасет. И теперь у меня получается ситуация, у меня типа такой тест Шрёдингера. То есть, получается, что на CI у меня этот автотест запустился, и он выдал какую-то ошибку. Я даже примерно понимаю, что это за ошибка, но при этом локально этот тест проходит. Собственно, для того, чтобы разбираться вот с такими проблемами, чтобы понимать, что происходило, почему там это работало, почему там это не работало и так далее, нужны отчеты. Кроме того, отчеты нужны еще и для того, чтобы все участники процесса, которые используют ваши автотесты, вообще в принципе понимали, что происходит в тестах и почему оно так происходит. Для решения этой задачи есть несколько отчетов. У Playwright есть встроенный отчет в систему, который тоже довольно неплохой. Но сегодня я хочу рассказать про Allure. Прелесть Allure отчета заключается в том, что он умеет строить единый отчет, независимо от того, какой язык вы используете. Вы можете найти его вот по вот этому адресу. И, соответственно, вы можете сгенерировать вот такой вот отчетик. Мы сейчас на него посмотрим. И при этом у нас основная фича заключается в том, что вы можете сгенерировать его, если вы пишете тесты на Java, на JavaScript, на Kotlin, на iOS, на Ruby, на Python, на PHP и так далее. То есть это, грубо говоря, один и тот же отчет, и он строится всегда один, независимо от того, какой язык вы используете. Давайте подключим его. Для этого нам надо погуглить и написать примерно так. Allure Playwright. У нас есть вот такой вот петедж, собственно. И, по сути, нам надо его установить. Это то, что нам надо. Просто мы пишем npm install. Окей, у нас установился наш Allure Playwright. После этого мы идем в документацию. Тин-ты-рын-тын-тын, где он тут? Давайте его посмотрим. Allure Playwright в GitHub еще. Вот он. После того, как мы его установили, нам надо добавить вот этот вот репортер. Репортер мы добавляем вот таким вот образом. Идем вот сюда. Вот у нас тут есть репортер. По дефолту стоит html, а мы сделаем вот так вот. То есть у нас получится есть line. Это command-line отчет. И у нас появится еще отчет Allure Playwright. Ну и еще там также можно добавить такую функцию. Она тоже нам понадобится. Это Playwright. Write screenshot onFailer. Вот эту штуку мы тоже добавляем вот сюда вот. Вот. Добавили вот эту функциональность. И теперь давайте запустим наши тесты и сразу же посмотрим, как теперь выглядят наши автотесты. Но еще раз покажу, что вот предыдущая версия нашего отчета, она была очень минималистичной. То есть она была вот такой вот. Давайте посмотрим, как она изменится. Для этого нам надо опять запустить наши тесты. Запускаем. Окей. И у нас в директории с проектом появилась вот такая вот папочка Allure Results, в которой у нас появились результаты наших автотестов. Первое, что нам надо сделать, это добавить эту папочку в gitignore, потому что это информация про конкретный билд. То есть в этой ноте-то здесь не надо добавить, ну, ее не надо нам коммитить. Поэтому мы ее вот так вот добавляем в ignore, и, соответственно, эта папочка с нами больше не коммитится. Здесь, если мы посмотрим, это некоторый сырой формат, в котором сохраняются результаты наших автотестов. В принципе, так работают любые системы отчетов. Идея заключается в том, что во время выполнения тестов какая-то библиотека, в данном случае это Allure Playwright, она собирает информацию о ходе выполнения ваших тестов. И эту информацию сохраняют в виде файлов. На основе этих файлов в будущем у вас будет сгенерирован отчет. Allure работает точно таким же образом. Ну и, соответственно, как раз то, что мы умеем генерировать отчет, независимо от того, какой язык программирования мы используем, означает то, что у нас просто очень много интеграций. Для каждого фреймворка, для каждого языка программирования мы пишем отдельную библиотечку. Эта библиотечка умеет сохранять результаты тестов в формате Allure, который вы видите на экране. А уже потом по вот этим вот автотестам у нас генерируется непосредственно отчет. Здесь мы, например, можем увидеть. Вот это – это системная информация, вот это тоже у нас системная информация. Мы видим, что у нас тест прошел. У него есть шаги, мы сейчас на них посмотрим. Название теста вот такое вот. И его full name тоже вот такое вот. То есть тут некая информация. Давайте сгенерируем наш отчет. Allure results. Для этого выполняем команду Allure surf. И вот у нас получается вот такой вот отчет. Если мы зайдем в него, то мы увидим весь сценарий прохождения нашего теста. Мы увидим, как у нас открывается страница. После этого мы кликнули на search input, потом заполнили его, потом нажали enter, нажали вот эту штуку и так далее. У нас довольно подробный сценарий выполнения тестов получился. Давайте теперь этот отчет опубликуем в GitHub, чтобы у нас получился уже полноценный цикл. Для этого нам надо вот сюда вот добавить стадию генерации отчета. У нас есть специальный экшен Allure GitHub. Allure Report Action называется. Report Action. И давайте его опубликуем. Вот так вот выглядит экшен. У него тоже есть документация. Вы можете последовательно вот эти вот действия выполнить. Но я рекомендую сразу же зайти вот сюда вот и скопировать отсюда вот эти вот три действия. Вы в документации можете каждый из них посмотреть, но они все равно будут выполняться в таком порядке. Сначала мы берем History. Вот так вот. После этого мы генерируем report. Lure Report. И потом мы его публицируем. Паблиш. Все остальное, эту информацию закомменченную, можно просто убрать. Вот. У нас получилось вот такое вот действие. Ну, и давайте, конечно, закоммитим наш код. GetStatus. Add Allure. Сейчас я буду коммитить прямо непосредственно в мастер. Я вообще не поклонник такого процесса. Мне кажется, что в мастер коммитить. Ну, можно даже для экспериментов лучше в мастер не коммитить. Знаете, не во всех репозиториях настроен хук, который позволяет вам не коммитить в мастер. Зачастую, ну, типа, зачастую эту проверку иногда даже просто забываю включить для новых проектов. Поэтому вот по-хорошему сейчас надо сделать отдельный бранчик и сделать нормальный pull-request. Но если мы сейчас будем еще отводить бранчи, делать, как бы, pull-request и так далее, у нас время кончится. Поэтому я коммичу в мастер, но не рекомендую делать это вот практически в любом случае, даже если вы просто чему-то обучаетесь. На самом деле, мне кажется, что гораздо лучше вообще приучивать себя всегда работать через бранчи. Это первое. И второе. Нам для того, чтобы опубликовать отчет, нам потребуется включить настройку такую. Надо зайти в настройки, зайти в pages. И вот здесь вот надо включить, ну, типа, gush pages. То есть нам надо... Давайте сделаем commit. Сейчас мы делаем push. Master. Region. Master. Вот. У нас сейчас пойдет сборочка. Ну и, собственно, давайте так. Пока эта сборочка пойдет, мы будем поговорить дальше о том, что у нас есть. Сейчас у нас получилась такая ситуация. Давайте я построю отчет локально и пока порассказываю про то, что есть внутри отчета. Как вы видите, он состоит из большого количества страниц. Во-первых, у него довольно много разных локализаций. На первой странице мы видим название отчета и когда он был сгенерирован. Также мы видим время выполнения всех наших тестов. Таббик категории, я расскажу о нем чуть попозже. В таббике Suits мы видим наши тесты, сгруппированные по... Собственно, первое – это браузер, второе – это название спейки, и третье – это название нашего дескрайба. Если мы откроем здесь, то мы увидим тут много информации. Есть информация про историю тестов, мы ее увидим чуть позже, и здесь информация про наш сценарий, который у нас полностью взят непосредственно из нашего входа. Дальше у нас есть таббик с графиками. На этом таббике есть много всякой полезной аналитики. Например, мы видим, что у нас есть только тесты, которые нормал тесты. Если бы у нас были там блокеры или критические тесты, то они бы располагались здесь. Кроме того, у нас есть таббик Duration. Здесь у нас тесты сгруппированы по времени. Я использую вот этот вот таббик для того, чтобы увидеть, какие тесты у нас медленнее всего. То есть если бы у нас было сейчас много разных тестов, то они бы все как-то сгруппировались на вот этой временной шкале, и самая правая шкала, это бы самые были маленькие медленные тесты. На таббике Timeline нам надо чуть побольше автотестов, мы сейчас их увидим. У нас это просто диаграмма Ганта, где мы видим время начала каждого теста и время окончания его. То есть тут у нас диаграмма Ганта. Ну и вот этот вот таббик мы тоже скоро заполним более правильно, для того, чтобы он тут появился, нам надо немножечко добавить разметки. Давайте у нас вернемся в наш репозиторий и посмотрим, что у нас происходит. Так, вот, у нас генерируется Allure отчет, и у нас вот он публикуется. Окей, и в принципе он опубликовался. Переходим в настройки, переходим в Pages, и здесь у нас появляется вот такая вот штука. То есть он говорит, что наш сайт already published, и мы можем тут выбрать GitHub Pages и сделать сайт. После этого справа мы сейчас увидим, ну тут надо экшена зайти, вот, у нас публикуется наш отчет, мы сейчас увидим его прямо в нашем репозитории. Сейчас, как только закончится вот этот вот экшен. В GitHub есть встроенная работа с GitHub Pages, это обычно там публикуются всякие сайты личные, то есть там био, либо какой-то блог и так далее. Мы используем такой же механизм, но публикуем не какие-то личные сайты, а публикуем уже непосредственно, ну как бы вот, публикуем Allure отчет. То есть, по сути, получается так, что отчет автотестов, он представляет из себя, ну, типа, GitHub Pages. Ну, сейчас мы увидим, как это будет выглядеть. Так, вот, у нас произошла публикация, мы можем перейти по вот этой вот ссылочке. И теперь, внимание, это очень прикольно. Видите, у нас отчет автотестов опубликовался. Так, у нас отчет автотестов, секундочку, у нас отчет автотестов опубликовался, вот по такой вот ссылке. Я обычно вот эту ссылочку копирую и перехожу в репозиторий. Вот, она вот здесь вот доступна. То есть теперь, чтобы нам посмотреть отчет, мы можем просто нажать на нее и после этого увидеть наш дипломент. Окей, с этим разобрались. Теперь у нас есть такой довольно подробный отчет, в котором есть много информации. Давайте этот отчет начнем причесывать. Первое, что хочется сделать, это сделать вот такую штуку, тест-теп, и написать какой-то сценарий. Я вообще поклонник максимально подробных отчетов. Я считаю, что чем больше информации мы добавляем непосредственно в наши отчеты, тем лучше. И самое простое, это когда вы начинаете писать автотесты, сразу же позаботиться об этом. Потому что чем подробнее ваш отчет будет, тем меньше вы будете работать человеком, который объясняет, что происходит в ваших тестах. Я такое уже проходил. Собственно, я автор вот этого фреймворта, который называется Allure 2, и мы решали следующую проблему. Мы решали ее еще лет примерно 10 назад. То есть у нас только начинала становиться автоматизация тестирования. Таких инструментов, как PlayWrite, не было еще и в помине. Ну и, соответственно, мы столкнулись с проблемой, что результаты автотестов может разбирать только тот человек, который эти тесты написал. Потому что всем остальным по вот этому эксепшену, который я показывал совсем недавно, вот по таким эксепшенам, непонятно, по какой причине упал тот или иной тест. Ну и, соответственно, именно так родился Allure отчет. Давайте сделаем вот такие вот степики. Напишем, открываем главную страницу. И тут пишем Await. Так, сейчас Async. Ой, да, Async. Вот такая вот штука. И дальше пишем следующее. Тоже Await. Вот. Await. Давайте даже скопирую просто вот так вот. Чик. 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 Ищем. Ищем. Депозиторий. И тут можно вынести константу репозитория. И тоже ее вот так вот. Окей. После этого следующее, что мы делаем. Мы делаем, ищем репозиторий. Здесь мы открываем, переходим в репозиторий по ссылке. Переходим в репозиторий по ссылке. Окей. Потом что мы делаем? Открываем tab issues. Tab issues. И потом в конце уже проверяем, что у нас есть. Проверяем, что у нас есть issue с номером 76. Что issue. Что существует? Будет issue с номером. Ну, тоже можно вынести в константу. const issue. Const issue. Ищем. И здесь так же. А, я понял. issue элемент. Ну, или давайте issue number. Вот таким вот образом у нас получился такой вот тест. Давайте теперь прогоним его локально. и посмотрим, что какой у нас отчет получится. Запускаем наши тестики. Окей. И сгенерируем адрер отчет. Закроем. Не нужно. Вот. У нас получается вот такой вот сценарий, в котором у нас сразу же видны результаты тестов в таком человекочитаемом виде. Тут есть, как мне кажется, два аспекта. Первый аспект, возможно, вот это, это излишняя подробность. То есть у меня нету никаких иллюзий по поводу того, что такой сценарий, например, вот именно в таком виде, прямо через степы, делать разработчику для разработчика, это перебор. Мне кажется, что разработчику будет достаточно отчета предыдущего уровня. Но при этом плейберает, набирает популярность и все чаще используется именно как инструмент автоматизации тестирования end-to-end, когда у вас есть внешняя команда автоматизаторов и они пишут автотесты. Вот сейчас, ну, как бы я вижу, что есть команды, которые с условной Java переходят на JavaScript, на TypeScript, потому что это, ну, типа, эти тесты, они ближе к разработчикам, ближе к фронтенду и вообще, как бы там появляется все больше возможностей у таких инструментов. Ну и, соответственно, в таком случае, когда у нас внешняя команда, ваш автотест теперь могут писаться по, там, тест-кейсам. То есть к вам приходят ручные тестировщики, они пишут вот такого тест-кейса, и после этого вам говорят, что его надо автоматизировать. В таком случае разделение на степы, оно выглядит довольно прикольно и, по сути, оно, ну, типа, помогает любому человеку, например, даже из бизнеса взять и посмотреть, что конкретно выполнялось в тесте. То есть вот такой вот сценарий можно легко отдать непосредственно, там, аналитикам и так далее. Особенно, когда у вас много тестов. У меня сейчас вот находится один тест, но, как я уже говорил, что, типа, в нормальных проектах их гораздо больше, чем один. И мы часто используем Allure как место, с помощью которого вы можете просто рассказать о том, какие автотесты, какая тестовая документация у вас есть. Собственно, давайте сейчас сделаем сразу же коммитик. Git status. Git commit. И сделаем add steps. Git push origin master. Пусть он пока строит нам отчет, то есть мы сейчас не будем на этом, ну, типа, на отчет я дальше останавливаться. Единственное, я сделаю так, что наш тестик упадет. То есть нам надо выключить, нам надо выключить наш, включить ситуацию, в которой наш тест будет падать. Переходим в настроечки, как я уже говорил, и tabit issues выключаем. Посмотрим, что произойдет в таком случае. Соответственно, вот с такими степами у вас, получается, тестик выглядит вот так вот, и любой человек, который с этими степами работает, он может вот таким вот образом прямо явно посмотреть, что происходит в наших тестах. То есть мы, типа, открываем главную страницу, потом ищем репозиторий, переходим в репозиторий по ссылке, открываем tabish, и проверяем, что такой, ну, типа, тест существует. Как я уже говорил, что в целом это довольно, ну, типа, полезная схема. Мы у себя использовали такие, используем такие отчеты для того, чтобы проводить ревью, условно, ревью тест-кейсов. То есть у нас выпускается какая-то новая фича, мы пишем на нее автотесты, после этого мы мерзжем, точнее, мы создаем пул-реквест, и в этом пул-реквесте у нас прогоняются тесты. Ну, и, соответственно, ручное тестирование, либо аналитик, либо менеджер, они заглядывают непосредственно в эти вот автотесты, и они заглядывают вот эти вот автотесты и проводят ревью. То есть они говорят, что, типа, ребята, что-то вы мало, короче, тестов на эту фичу добавили, давайте добавим еще вот такой вот тест, вот такой вот тест и вот такой вот тест. И, соответственно, получается так, что у нас автотесты, они выступают как вообще такая изначальная, самая периодичная тестовая документация. Ну, и это тоже такой интересный процесс. То есть вот давайте еще раз покажу. Существует процесс, при котором сначала вам приходит вот такой вот тест-кейс, который описан в какой-нибудь тест-кейс в моем системе, например, в тест-треле, и после этого вы его автоматизируете. А у нас получается процесс немножко обратный. То есть у нас сначала пишутся автотесты, потому что у нас большая база автотестов, и для того, чтобы написать еще один автотест, даже на какую-то там новую функциональность, не всегда надо его каким-то вот таким вот языком описывать. Автотестов много, и поэтому мы в автотестах уже находятся большая база знаний того, что проверяется. И ручное тестирование, оно дает нам рекомендации. Не забудьте проверить вот это, вот это и вот это. А мы сами занимаемся тем, что пишем вот эти вот паскейсы. Давайте посмотрим, что у нас получилось в нашем плейм-райте. Вот, видите, у нас деплоится сейчас наш отчет. Сейчас вот эта штука, она пройдет. А, нет, еще, видимо… Да, у нас вот запускаются наши тестики. Так, пока у нас наши тестики идут, давайте немножко о следующей вещи поговорим, потому что как раз сейчас скоро для этого у нас есть время. Следующее, что нам надо сделать, мы можем сделать, мы можем сделать, добавить в этот тест разметку. Например, сделаем вот так вот, import Allure from Allure Playwright. И после этого в начале добавим, давайте наведем порядок, чтобы у нас константы все стали в начале. Степлики вот так вот соберем. Ну и вот тут вот добавим разметку Allure Fitch. Мы используем, ну, типа, есть подход группировки тестов по Fitch Story. Это подход, который называется Behavior-Driving Development. Мы тоже, ну, типа, у себя его используем. Вообще вот в свое время мы как раз тоже у себя его внедрили и очень глубоко его протащили в отчете. Делается это следующее. Мы описываем, какую Fitch мы тестируем. В данном случае это репозитория issues. То есть у нас issue в репозитория. И вторую. Это мы... Search. Issue. Ну, search, наверное, или как... Очень такой странный, короче, вот этот таскейс. Ну, давайте, кстати, issue в репозитории. Давайте. Задача в репозиторию. Issue. История. И поиск issue в существующем репозитории. То есть у нас будет вот такая вот какая-то разметка. Кроме того, можно добавить информацию про то, кто ответственный. За ваш тест. Это очень полезная информация, потому что, еще раз повторюсь, что когда у вас очень много автотестов, очень важно понимать, какой человек у нас отвечает за тот или иной тест. Ну, типа, и что у него... Потому что если этот тест упадет, и по какой-то причине мы до сих пор не можем разобраться с этим автотестом, то вот эта вот аннотация, она нам поможет узнать, что происходит. Кроме того, можно сделать Allure Link. Ну, как бы Allure Link позволяет нам прилинковать какую-то сущность и показать, как... Ну, как бы указать ссылку внешнюю на какую-то сущность. Я обычно ее использую для того, чтобы сделать какие-то там условные endpoints и так далее. То есть такая вот тема, она позволяет вам, ну, типа, сделать следующее. То есть мы указываем URL, HTTPS, github.com. И, например, говорим, что это у нас, ну, типа, там, какой-нибудь базовый URL. Name, base URL. Или базовый URL. Или там адрес тестинга, я не знаю. То есть вот какая-то такая штука. Ну, и можно прилинковать также issue. То есть вот... Так, issue. Соответственно, issue я тоже, ну, типа, часто использую, потому что автотесты мы пишем, ну, всегда на какую-то конкретную функциональность. Редко мы пишем автотесты, ну, типа, просто так. Поэтому, ну, обычно выглядит это таким вот образом. Так, у нас тут вот наши тесты упали. Давайте посмотрим, какой отчетик у нас сгенерировался. Вот. Мы видим, что у нас есть вторая версия этого отчета. Вот. Что у нас произошло? Наш автотест упал. Давайте посмотрим, как он выглядит у нас в отчете. То есть, смотрите. Мы открываем главную страницу, ищем репозиторий, переходим в репозиторий по ссылке. После этого открываем tab issue, и у нас падает вот этот вот тестовый метод. И очень удобно, что у нас есть конкретно скриншот. То есть мы можем прямо на скриншоте посмотреть, что реально поведение изменилось. Как я уже говорил, иногда запуск локальных тестов, он очень сильно отличается от запусков тестов на CI. В данном случае мы видим, что у нас и правда отсутствует tab issue, и мы можем сделать из этого какой-то конкретный вывод. Кроме того, у каждого теста появляется такой вот табик, который называется history. Мы можем зайти в табик history, и тут есть последний запуск нашего теста. То есть вот мы видим, что этот тест был пасет. Мы можем открыть этот тестик в отдельном табике и посмотреть, как наш тест выглядел раньше. То есть в данном случае мы видим, что этот тест у нас еще до степов был. Он выглядел вот таким вот образом, а со степами он выглядит вот таким вот образом. Ну и у нас появляется на страничке overview, у нас есть вот такой вот график, это тренд. Сейчас он состоит, видите, у нас только один тест. Обычно тут тестов побольше. Давайте покажу, как это выглядит. Вот таким вот образом оно выглядит. То есть это как бы каждая вот эта вот полоска – это один запуск. Ну и, соответственно, таких запусков много. У нас сейчас просто сделано так, что вот у нас один запуск тут, и у нас, получается, тест был пасет, а стал фэлит. Соответственно, вот этот вот тренд тоже начинает заполняться. Давайте пойдем дальше. Вот здесь вот давайте дозаполним нашу всякую вот эту дополнительную мету информацию. Мы делаем URL, и, например, давайте его создадим. Вот у нас упал наш тест, вот упал тест, и давайте прям нам багу заведем. Allure Playwright Example Issues, и типа сломалось, там не работает переход по табу Issues. Вот у нас кто-то завел нашу задачу, мы начали с этим разбираться. Он может, например, сразу же вот таким вот образом нам перекинуть ссылочку на отчет. То есть говорит, ребята, вот смотрите, есть такая штука, не работает табик. Я с этой задачей начинаю разбираться, захожу, смотрю, что происходит, говорю, ребята, у нас на самом деле случилось то, что кто-то копался в настройках, и теперь вот этот табик надо всегда включать. По идее, после этого я, вот после того, как я вот эту штуку изменил, я бы написал здесь непосредственно код, который, ну, как бы, который всегда перед началом теста возвращал бы систему в нужное состояние, то есть вот то, что я сейчас просто взял и руками включил табик ишу, это, конечно, никуда не годится. То есть так делать не надо, потому что придет другой человек и опять выключат табик ишу, и у нас тесты упадут. Поэтому, чтобы тесты всегда были в правильном состоянии, и, естественно, я делал бы это не через UI, а делал бы это через API-запрос, то есть просто включал бы, потому что это очень быстро, и, соответственно, тогда бы у меня тесты стабильные. Ну, представим, что я всю вот эту вот логику сделал, и теперь я могу добавить нашу вот эту вот ишу к отчету, который у нас тут есть. Можно сделать вот так вот, и name bug. Так, номер один. Пусть будет вот такая вот штука. Соответственно, в алюре можно добавлять дополнительную мета-информацию, то есть мы можем указать, кто у нас владелец наших автотестов, мы можем указать какие-то дополнительные ссылки, например, базовый URL, либо адрес тестинга, можно добавить адрес тестинга, или тестинг просто назовем тестинг. Мы можем указывать какую-то ишью или несколько ишью, ну, и также мы можем добавлять информацию про фича-сторию. Давайте сейчас мы сделаем commit, git status, git add, git commit. А, кстати, и давайте сделаем наших тестиков два, чтобы у нас появилась какая-то более вот так вот, should see issue, viz number. Давайте проверим какую-то еще ишью. github с номером 74. Тын-тын-тын-тын, 74, и вот здесь вот сделаем 74. Опять же, вот это все, то есть то, что я сейчас делаю, это не очень хорошо, нельзя вот так вот копипастить тесты, но сейчас наша задача показать, как именно все это работает. Мы делаем git status add и, соответственно, git commit. Add new test, git push origin master. Пока у нас все это деплоится, то есть оно сейчас, опять же, нам надо какое-то время, чтобы у нас вся вот эта вот красота задеплоилась. Сейчас он запустится тест, и вот мы видим, что у нас уже тестики пошли. И давайте пока посмотрим, что у нас происходит локально. Для этого мы делаем следующее, npx-playwrite-test. mpx-playwrite-test. Вот у нас тесты запустились, мы делаем allure-serve, allure-results. И видим вот такую штуку. Во-первых, у нас тестов стало два. Как вы видите, у нас, если вы запускаете не в CI, то у нас вот этот вот табик с трендами, он не работает. То есть у нас тут нет никакой метаинформации. Очень важно запускать тесты именно в CI. Ну, то есть у нас в Allure эта функциональность предусмотрена, и как бы локально от нее толкнет по «все равно нету», зачем тебе локально видеть, как у тебя тесты из запуска-запуска проходят. Переходим в Behavest. Как вы видите, у нас уже есть сразу же тесты сгруппированы у нас по названию фича. То есть если мы посмотрим, у нас есть фича issue-репозиторий. И тут issue-репозитория. Поиск по issue-существующим репозитория. Ну и, соответственно, это вот поиск по issue-существующим репозиториям. Таким образом наши тесты группируются по признакам. Ну и, соответственно, мы сразу же видим, что у нас тут есть информация по поводу того, кто ответственен за наши тесты, и информация про дополнительные ссылки. То есть у нас есть непосредственно информация про конкретный тестинг. Мы можем перейти сюда. И есть информация про баги. То есть мы можем легко перейти вот сюда вот и посмотреть, что происходит. Ну и два вот таких вот тестика. Также можно добавить информацию про всякие дополнительные штуки. Ну их довольно много. Например, мы можем добавить информацию про severity. Allure, severity, blocker. Давайте сделаем blocker. И вот здесь вот сделаем critical. Так, перезапустим наши тесты. Окей, и сгенерируем Allure отчет. Окей, сгенерировали Allure отчет. Теперь у нас есть информация про то, что у нас, видите, так. Так, вот, severity critical, там normal. И теперь мы на графиках видим уже, что у нас где-то не применилось. Вот я неправильно ошибся. Не блокер, а блокер. Блокер. Ошибся. Соответственно, именно поэтому он не применился и стал нормалом. Но суть в том, что теперь у нас видно, как у нас тесты, ну типа какие тесты критические, какие некритические и так далее. Ну и сейчас немножко там удобнее выглядит наш вот этот вот pipeline. То есть мы видим здесь, как у нас запускались наши тесты. Ну и еще одна такая интересная штука, что наши тесты, они, ну у меня локально, мы перезапускали наши тесты. И у меня у каждого, видите, теста есть retry. То есть каждый раз, когда я запускал тесты, Allure складывал информацию про эти запуски в retry. Для чего это сделано? Опять же, если мы погуглили, playwrite, playwrite, retry, yes. Test retry. То окружение, на котором мы запускаем тесты, оно не всегда стабильно. Вообще практика тест retry, она довольно, ну типа плохая. Считается, что если вы перезапускаете тесты, то это ваши тесты нестабильные, и это очень плохая практика. Некоторые люди относятся к этому настолько радикально, что считают, что это вообще как бы там делать не надо, и от этого надо максимально избавляться. То есть, к сожалению, в идеальном мире наши автотесты должны всегда проходить. Но мир не идеален. Бывает просто рвется коннекшн. Playwrite, например, какое-то время, когда он стартовал, он был не совсем стабилен, и автотесты могли не проходить даже не потому, что они были плохо написаны, а потому что в playwrite были какие-то ошибки. И в таком случае можно включать retry. Retry – это означает, что в рамках одного запуска тест был запущен несколько раз. Обычно происходит, ну типа запуск теста, он фейлится, делается retry, и потом он становится passive. У меня, как вы видите, все запуски зеленые, потому что у нас тесты постоянно проходили. Ну и, соответственно, но обычно оно тут будет, грубо говоря, у вас может быть такой вот зеленый тест, но при этом он, короче, будет выглядеть вот таким вот образом. Ну и тут сейчас интересно. Сейчас, секундочку. У меня Allure старой версии. Такое ощущение, что там появилась одна такая прикольная фича. Давайте посмотрим. Я как раз перестанавливаю Allure. Пока у меня установляется Allure, мы можем посмотреть, как у нас выглядят наши автотестики. Их стало больше. Заходим вот сюда вот. View deployment. Вот, смотрите. Теперь мы видим, что у нас тестов стало в два раза больше. Их было один, а стало два. Мы видим, что у нас раньше один тест, он был сломан, теперь он перестал быть сломанным. Ну и, соответственно, все, что мы сделали, оно теперь у нас закомичено и находится в репозитории. То есть у нас в два раза больше тестов. Ну и, соответственно, мы видим вот такую вот иконочку. То есть у нас появился новый тест, который пасит. Тоже довольно прикольная функциональность, которая показывает новые тесты, которые пасит, или новые тесты, которые фейли. Тут такие вот, короче, меточки появляются. Ну и, соответственно, если мы посмотрим вот эти вот сьюты, тут тоже такая вот картина находится и здесь. Ну и сейчас у него становится алюр. Ой, он что-то там все начал качать. Ладно, давайте не будем его. Там просто у теста, если у него есть перезапуски, то у теста просто будет показываться иконочка. Вот в данном случае мы сейчас используем вот эту вот версию. Она более свежая. Локально у меня установлена версия 2.17. А вот эта функциональность с иконочками, она вышла в версии 2.18. Давайте не будем сейчас на это тратить время, потому что не так много времени у нас уже и осталось. Ну и, соответственно, как я и говорил, на таймлайне тоже довольно прикольно. Мы видим наши тестики. То есть у нас сначала запустился тест номер 76, и он продлился, ну типа запускался в течение 1 секунд с половиной. Ну и, соответственно, после этого у нас запустился второй тест. Вот на этой вот диаграмме, когда тесты идут последовательно, мы сразу же видим, ну типа в какой последовательности у нас выполнялись тесты. Вот этот таймлайн, он особенно интересен, если у вас тесты запускаются параллельно, потому что бывает такое, ну как бы, если они будут параллельны, то у вас вот эти вот, ну типа вот эти линии, которые сейчас идут слева направо, они пойдут сверху вниз. И, соответственно, у вас будет информация про то, ну типа как они запускались. Ну и оно позволяет вам анализировать, насколько кучно у вас запускаются тесты. То есть в данном случае мы прям видим, что у нас вот просто как только первый тест закончился, сразу же после него начался второй. Иногда есть какое-то время задержка между ними. Ну и также интересно увидеть, как они у вас запускаются именно в параллели. Что мы тут доделали? Да, мы поправили блокер. Давайте тоже закоммитим. Последняя наша штука. Ну и в целом, давайте я подведу какой-то такой вот уже, ну типа такой итог по нашей сегодняшней лекции. Итак, для чего нужны отчеты? Если вы работаете с автотестами самостоятельно, то отчеты вам совершенно точно не нужны. То есть вот если бы я работал над каким-то репозиторием своим, в котором я сам для себя писал бы автотесты, то мне достаточно было бы совершенно простого аутпута, и многие разработчики, они так и живут. То есть у них достаточно простого аутпута для того, чтобы понять, что происходит в наших автотестах. Аутпута по принципу примерно такому. То есть давайте посмотрим, как у нас были первые экшены. Вот. Достаточно примерно такого аутпута, чтобы понять, что происходит. Но если вы работаете в команде, то с большой вероятностью вам потребуются отчеты. Собственно, ровно по этой причине мы в свое время разработали Allure. Отчетов много разных есть. То есть вот я рассказал только про Allure. Я вам очень рекомендую обязательно попробовать плейврайтовский стандартный отчет. Он реально довольно удобный и довольно лаконичный. Есть другие отчеты. Просто погуглите Test Automation Reports. Их очень много разных. У каждого из них свои преимущества. В данном случае Allure позволяет нам строить единообразный отчет, независимо от того, какой язык программирования вы используете. Я в своей работе использую в основном язык программирования Java. Но при этом сейчас перевожу тесты из Java на TypeScript на PlayWrite. Потому что сейчас я вижу за ним довольно большие перспективы. И в таком случае мне удобно использовать один отчет и для языка программирования Java, и для языка программирования PlayWrite. Этот отчет по дефолту выглядит следующим образом. Если мы откроем какую-то сразу же минимальную комплектацию. Давайте посмотрим историю. Вот в первый отчет. По дефолту он выглядит вот таким вот образом. И вам ничего не надо делать. Вы просто подключаете зависимость, и она уже генерирует вот такую метаинформацию. Зачастую такой метаинформации достаточно. Я так считаю, что это такой второй уровень вашей отчетности. Это когда вы работаете в команде, но у вас нету никаких третьих заинтересованных лиц, которые хотят узнать, а что происходит в ваших автотестах. То есть когда у вас, например, есть только автоматизаторы, в таком случае вот примерно такой информации будет в отчетах автотестов достаточно. Но при этом иногда возникают ситуации, когда ваши автотесты могут просматривать еще и другие люди. Для этого лучше использовать уже вот такую вот степовую модель. То есть вы должны описывать ваши тесты примерно вот такими степами. То есть мы пишем анагдацию степ и внутри нее выполняемый код. Таким образом у нас отчет превращается в вот такую вот структуру, в которой у нас есть уже непосредственно сценарий, который очень легко считается аналитиками. Такие тесты можно легко использовать как тестовую документацию. Если к вам в компании или в команде приходят какие-то внешние люди и спрашивают, типа, ребята, что у вас в автотестах проверяется, то с большой вероятностью вот такой вот рефакторинг ваших автотестов, добавление степов, он решит эту проблему. Ну и последняя штука, которая очень неплохо работает с отчетами, это историчность. Очень прикольно видеть, как у вас автотесты запускались, какие проблемы падали. Если вы живете по принципу зеленого пейплайна, то есть когда у вас автотесты всегда проходят, то вам, наверное, историчность тоже не особо интересна. Если же у вас автотесты падают, и это считается нормально, когда какое-то время продолжительное автотест падает с ошибкой, то в таком случае вот эта историчность в тестах, она довольно интересная. Ну и эта историчность позволяет нам добавлять такие фичи, как, например, мы видим, какой тест появился новый относительно предыдущего запуска. То есть мы видим вот эти вот новые тесты, которые выглядят вот таким вот образом. Кроме того, наши тесты можно разметить дополнительными признаками, можно указать какую-то произвольную ссылку, можно указать ссылку на конкретный баг, можно указать, что этот тест у нас критичный, также можно указать конкретного ответственного за тест, ну и разметить его, наши тесты в стиле BDD. Когда у нас все тесты сгруппированы по конкретной фиче, конкретной истории, вот у нас менеджеры пользуются вот этим вот табиком. У нас там 50-100 фичей, которые написаны сверху вниз, там наши 500 тестов, они сгруппированы на 50 фичей, и, соответственно, на каждую фичу у нас примерно там, ну, типа, грубо говоря, там какое-то количество тестов. Ну и, соответственно, мы сразу же видим после прохождения теста, что какая-то конкретная фича перестала работать, а не анализируем какое-то единое прочтение. Ну, вот такой вот получился у нас сегодня мастер-класс. Вы можете взять, скопировать вот этот репозиторий и использовать его у себя, и если у вас есть какие-то вопросы, то сейчас самое время позадавать вопросы, а я на них поотвечаю. Так, подождите, я не слышу. Сейчас, секундочку. Да, у нас добавился еще Дамир. Дамир, привет. Так, привет, привет, Артем. Меня слышно? Да, и тебя слышно. Прекрасно слышно. Давай. Отлично. Так, хорошо, Артем, спасибо тебе за прям такой подробный рассказ про Алиур. Я думаю, что всем коллегам это было полезно. Так, давайте сейчас я... Так, секундочку. Я сейчас сделаю хостом, наверное, да? Ага. Так. Да, тебя сделали, да. Отлично. Окей. Да-да-да. Так, секунду. У меня тут небольшие технические сложности возникли. Почему-то операционная система запретила Макбук, Зуму шарить экран. Сейчас, мне нужно бы перезапевать... Такое, да-да-да-да. Такое происходит при обновлении. Сейчас. Да, окей. Ага. Я пока вас буду развлекать. Присылайте пул-реквесты со своими тестами. Напишите еще какой-нибудь тест. Я обычно эти репозитории как раз пользую ровно для этого. Можете этот репозиторий форкнуть. И после этого написать пул-реквестик, прислать его мне. Я обещаю вам сделать ревью. Так, Олег, я вернулся. Ага. Хорошо, отлично. Вот сейчас я пошарю свой экран. Смотрите, я сейчас в целом расскажу вкратце, для кого наш курс. Вотуси по тестированию. Подходит ли он вам? Если вы хотя бы один палец загнете, пока буду говорить, дальше вам точно подходит. Можете смело приходить. Вам точно будет чему научиться. Он подходит вам. Если вы занимаетесь сейчас ручным тестированием или просто входите в тестирование и понимаете, что вы хотите получить повышение на работе, перейти из ручного тестирования в автоматические тестировщики. Если вы занимаетесь уже, находясь на позиции тестировщика автоматического с использованием JavaScript, с какими-то минимальными знаниями, то тоже, конечно, наш курс поможет вам углубиться во все это, в тестирование при помощи JavaScript. У нас будет такое достаточно плавное обучение. Курс поделен на пять модулей. Первый модуль мы с вами повторим. Возможно, для кого-то будет повторение, для кого-то новое. Введение в автоматическую тестирование. Посмотрим на знаменитую перемену Кахмана, где у нас там внизу юнит-тесты, а в самом верху у нас юнит-тесты. Вернее, не в низу юнит-тесты, а в самом верху у нас UI-тесты ручные. Также посмотрим, как пользоваться ГИТОМ. Сможете использовать свои хуже, чем Артем. Также ловко. Поучимся писать юнит-тесты и в целом посмотрим на подход дата драйвинг-тестинга. Также, поскольку все наши тесты будем писать на JavaScript, по ходу нашего курса мы понемногу будем смотреть на возможности JavaScript. Нам не нужно там, как фронтенд-разработчикам, знать все его тонкости, но базовые вещи, такие функции, объявления переменных, классы, нам знать нужно будет и в это все погрузиться, конечно. Конечно, начиная с первого модуля, мы начнем с функции, и там постепенно с модуля к модулю будем все эти тонкости JS с вами познавать. В втором модуле мы уже перейдем к тестированию API. Мы посмотрим с вами, как в целом API тестировать. И, знаете, тут коллеги, всем совет, если вы будете заниматься по курсу, наш курс направлен в первую очередь на практику, и будет вообще круто, если вы будете выполнять домашние работы, применяя их, делая автотесты для ваших рабочих проектов, то есть тестируйте API уже именно вашего проекта. Возможно, ну, в крайнем случае, если там по какой-то причине вам на работе это не разрешают делать, то, конечно, у нас там есть для этого примеры, и будем тестировать API публичных сервисов, и с вами будем смотреть все на практике. Так, после секции по тестированию API и того, как мы там в конце... Коллеги, давайте сейчас снова пошарить свой экран. И мы с вами пройдемся по следующим модулям. Следующий модуль у нас – это практики CICD. Это очень важная тема в плане тестирования, потому что нам важно с вами не только запускать наши тесты локально, но также, чтобы в случае чего тесты запускались в рамках SCI, и разработчики видели, что что-то падает, когда они делают изменения, это могли фиксить. В этом плане нам с вами нужно будет познакомиться с докером, с контейнерами, в целом с практикой настройки CICD на примере GitLab. Ну, и GitHub тоже с вами посмотрим. И в этом плане нам нужны эти знания, чтобы, во-первых, мы могли сами настроить в случае чего SCI, и также, ну, есть такая история, что часто в командах есть девопсы, отдельные люди, кто занимаются этой темой, да, но поскольку они-то не профессионалы в тестировании и не знают, какие инструменты нужно запускать, мы подготовили некой базовый SCI, а уже девопсы могут его тюнить и так далее. Проекту у нас позвящен, проект третий модуль. И в четвертом модуле мы с вами пройдемся, во-первых, по инструментам, которые есть для тестирования SCI, потом также, если кто-то из вас там уже забыл, или там забывая, какие есть селекторы, локаторы и так далее, мы все это вспомним. Также познакомимся с искусством стабильных локаторов, как их лучше создавать. После этого мы посмотрим на сценарий использования плеврайт. И дальше мы с вами в такой архитектурной теме важной. Это шаблоны проектирования и какие есть техники тест-дизайна в тестировании интерфейсов. Под конец этот модуль мы пойдем опять-таки по основам JS, посмотрим по классу. И самое важное, что как происходит использование классов в типовых сценариях автотестов. И под конец этого модуля мы с вами познакомимся с Behavior-Driven Development и с Цептом-тестами. Но опять-таки посмотрим, какие инструменты у этого есть. Смотрите, проектную работу у нас в этом плане. Вы сможете выбрать любой проект, который вам нравится, из тех публичных, что мы предложим. Либо вы можете выбрать написание автотестов для вашего рабочего проекта. Это будет вообще, так скажем, самый лучший кейс для закрепления всей этой теории и практики, которая будет дана на курсы. Так что на этом, наверное, все. Еще раз повторюсь, этот курс отлично вам подойдет, если вы сейчас занимаетесь учительным тестированием и собираетесь переходить на позицию автоматического тестировщика. Либо если вы уже начали заниматься написанием автотестов на JavaScript, но пока у вас там малопыт, и вы хотели бы в всю эту тему углубиться, то, конечно, опять-таки этот курс отлично для вас подойдет. Калития? Сейчас я скину ссылку на опрос. Пройдите, пожалуйста, его при возможности, чтобы помочь нам стать лучше. Это обратная связь. Очень нужна. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...